Такого июля пчеловоды не помнят. А сколько было надежд. Соберем урожай, закроем кредиты, но в один момент планы рухнули. На сегодняшний момент должна висеть вот такая вот борода из пчел. То есть пчелка за пчелку зацепляется и сидят друг на дружке, потому что им в улье места мало должно быть. Из-за меда, из-за большой пчелы, потому что они носят. А сейчас ее нет. Тогда еще спорили, в чем причина. Теперь известно точно, пчелы погибли из-за обработки ядом. А в этом году из-за высокой цены на рынке аграрии еще и увеличили площадь посевов рапса. И многие не предупредили пчеловодов об обработке. К слову, повод пойти в суд. В 30 регионах страны ущерб оценили в триллион рублей. Но и эта цифра не точная. Например, в крае, по официальным данным, пострадало 5666 семей. Сколько насекомых погибло на самом деле, неизвестно до сих пор. Точно мы до сих пор не знаем эту сумму, количество. Потому что, когда одно дело была гибель, просто гибель она была, когда начали выяснять, практически 70-80% пчелосемей не были зарегистрированы вообще никак. И даже больше. Официальных пчеловодов в крае всего 9%. О причинах догадаться несложно. Нежелание платить налоги. Соответственно, и компенсации получат лишь юридические лица, имеющие санитарно-ветеринарный паспорт. Если семья полностью погибла, значит, мы компенсируем 3620 рублей за семью. Ну, в среднем, как бы, рыночная стоимость, я скажу вам, этой пчелосемьи. А значит, кроме того, если там частично погибла, это 1810. Этих денег хватит на так называемый пчелопакет. Это полноценная пчелинная семья, обладающая необходимым ресурсом сил для сбора урожая. Суммы недостаточные, поэтому для нас главное другое, чтобы этого больше не повторилось. И как это сделать в крае, пока в теории нашли. Теперь пчеловоды могут обратиться в особо охраняемые природные территории, на Алтае их 107, и временно или постоянно трудиться в безопасном для пчел месте, где категорически запрещено обрабатывать химикатами. Но для начала, опять же, нужно зарегистрироваться. Есть еще один путь – застраховать свое хозяйство, причем платеж компенсируется из бюджета. Оказывается, так можно было сделать и раньше. Но… Авось пронесет. Ну вот не пронесло, извините. Поэтому давайте страховать будем. Пока же в крае продают мед этого года. Его, по понятным причинам, меньше. Рапсового на прилавках нет. В Косяхинском районе, как и во всех других пострадавших территориях, мед пришлось утилизировать. Ведь, как говорят пчеловоды, упустишь день – потеряешь год. Евгения Даровская, Александр Антропов. День с толком.